В отличие от известных историй успеха, которые, как принято считать, начинаются незаметно, к своему бизнес-олимпу белорус Дмитрий Юрченко шел осознанно. Сельхозакадемия в Горках, стажировки в Америке и Швейцарии, обучение в российской школе управления в Сколково. Все это для того, чтобы заработать свой первый миллион. Стартовый капитал для этого, мягко говоря, был невелик. 300 долларов, взятые в долг у отца, подушка и одеяло и появившаяся в Москве любимая девушка. Я начал смотреть, где быть в Минске, в Москве. И в Москве, на самом деле, меня провело неосознанно, расчетливо, а просто любовь. Я влюбился в девочку и приехал сюда. Чтобы содержать семью, работать Дмитрию приходилось сутками. Он прошел путь от ассистента до финансового директора. Способности скоро позволили содержать не только себя, но и помогать родным. В Могилеве тяжело болела бабушка. Ее постоянные проблемы с давлением заставили внука заняться продвижением социального проекта «Кнопка жизни». Это система медицинской сигнализации для пожилых людей. Кнопка жизни очень похожа на обычные часы и носятся они также на запястье. По виду здесь, конечно, все гораздо проще. Без блеска и роскоши, например, Патек Филипп или Ролекс. Но ценность этого маленького прибора, как оказалось, гораздо выше любого суперсовременного хронометра. Это настоящий эквивалент человеческой жизни. «Кнопка жизни» — это GPS-контролер состояния пожилого человека. В случае резкого перепада давления или потери сознания, звонок с ручной министанции поступает в колл-центр к медикам. Помощь оказывается незамедлительна. Эту идею Юрченко подсмотрел в США, доработал и стал продвигать в России. Бизнес-план не только начал приносить деньги и инвестиции со стороны, но и был признан в стране самым успешным стартапом, то есть началом развития компании. Настоящая американская мечта, только с белорусским упорством. Просто бери и делай, даже на самом деле, просто, блин, бери и делай. Бери и делай, как бы, всё, что-то получится. Не сиди на заднице и не жди, когда оно случится само. Пример Дмитрия оказался заразительным. Свой первый миллион долларов уже заработал и его двоюродный брат. Вначале он попробовал себя на стройке. Позже сам создал строительную фирму, которая официально устраивает белорусов на работу на крупные объекты. Это своеобразный толчок. И если у твоих друзей, знакомых получается, то если приложить какие-то усилия, то я думаю, что у каждого может получиться. Сейчас Юрченко ведёт переговоры о том, чтобы привести свой бизнес в Беларусь. Он сам уже готов стать инвестором. Ведь в Могилёве остались родители. А руку именно на их пульсе Дмитрий не как бизнесмен, а как любящий сын хочет держать всегда. Светлана Корульска, Михаил Артёмов. Наши новости. Москва.